Лабиринты судьбы Словами Амара Хаяма Никогда не иди назад Возвращаться нет уже смысла Даже если там те же глаза В которых тонули мысли Даже если тянет туда Где еще все было так мило Не иди ты туда никогда Забудь навсегда, что было Те же люди и в прошлом живут Что любить обещали всегда Если вспомнил ты это, забудь Не иди ты туда никогда Не верим, они чужие Ведь когда-то ушли от тебя Они веру в душе убили В любовь, в людей и в себя Живи просто тем, что живешь И хоть жизнь похожа на ад Смотри только вперед Никогда не иди назад Ты не считай друзей на перечет Не тот, кто с радостью с тобой Разделит взлет И кто в беде твой тихий плач услышит Один не разберет, чем пахнут розы Другой из горьких трат Куда будет мед Кому-то мелочь дашь Навек запомнит Кому-то жизнь отдашь А он и не поймет Прошли столетия, века А гениальные стихи Амара Хаяма, Рубаяты Важны для нас и сейчас В них сокрыта мудрость жизни В сей миг пробил час Новой уникальной передачи Прометей В рамках телепроекта Лабиринты судьбы Дорогие телезрители Приглашаю каждого из вас Отложить ваши заботы Ваши дела, хлопоты Потому что я поведу вас Путем науки психологии Эзотерики Философии Окультных наук От серии к серии На нас ожидает Интересный, уникальный путь Философии, психологии Эзотерики, оккультизма В лабиринтах судьбы На телеканале Новый мир Для начала Давайте познакомимся Я прошу моих помощников Вывести видео Справку обо мне Справка Любомир Богоявленский Телеведущий экстрасенс Маг, психолог, философ, провидец, парапсихолог, эзотерик и таролог Имеет два высших образования По первому высшему образованию Любомир магистр практической психологии Практический психолог Преподаватель психологии В 2012 году с отличием Окончил Нежинский государственный университет Имени Николая Гоголя Где учился шесть лет На дневном отделении факультета психологии Также три года работал в Киеве Психологом В государственных учреждениях С тяжелыми психически болеющими людьми По второму высшему образованию Отличник окончил В 2015 году Национальный педагогический университет Имени Михаила Драгоманова По специальности учитель английского языка и мировой литературы Участник русской битвы экстрасенсов 17 Эксперт Ряда телевизионных проектов На украинских телеканалах С 2021 года Телеведущий экстрасенс И автор эзоцикла программ Прометей Которые выходят в рамках проекта Лабиринты судьбы На европейском телеканале Новый мир Любомир поэт и писатель Автор и соавтор Более 18 книг В число которых входят в сборники поэзии Две пьесы Более 10 книг По магии и эзотерике Автор научных статей По психологии и философии Автор трех колодка ром Гей-таро-черта Таро-колдуна И таро-вечности Философ-аспирант Аспирант-психолог Любомир Богоявлинский Пишет параллельно Две кандидатские диссертации По философии и психологии Сфера научных интересов Философская антропология История психологии Патопсихология Проблема смерти и бессмертия личности Создатель и руководитель Центра эзотерики и психологии Прометель Тема первой серии Психология личности Магия как альтернативная духовность О чем эта передача И с какой целью я ее создал И создаю дальше Это та передача Которая посвящена науке Психологии Философии Философскому осмыслению Магии Магии оккультизма И эзотерики Как древний титан Прометель Нес людям знания Так же и эта передача Она несет знания И дарит людям свет Правды Ведь правда Рождается в диалоге Поэтому я попытаюсь В каждую серию Приглашать гостей Кто же эти гости? Это психологи Философы Люди Которые Идентифицируют То есть Осознают Себя Как Магов Экстрасенсов Эзотериков Каждую серию Я буду повторять Что в основном Гости приходят В передачу На коммерческих Основаниях С одной стороны Я выбираю Лучших Из лучших Специалистов В сфере Философии Психологии Окультных Наук Но с другой стороны Я не несу Ответственность За их практику Помогут Они Вам Или нет Решать только Вам самим Зачем Я это Открыто Говорю Потому что Повторю Еще раз Эта передача Уникальная Мы не Ставим Себе Целью Наживаться На людском Горе Обманывать Телезрителей Я Попытался И буду Пытаться Дальше Свести К минимуму И отбросить Всевозможные Лже-чудеса Сделав И показав Экстрасенсов Максимально Реальными Чтобы у вас Телезрители Не было Разрыва С реальностью И они Не обманывали Вас Чтобы Так же У вас Не было Ложных Ожиданий Какого-то Лже-чуда Которого Вообще Нет Природе В кавычках Чудо Когда я Поступил В 2005 Году Учиться На психолога В Нежинский Государственный Университет Имени Николая Гоголя На первом Курсе По общей Психологии Доктор Психологических Наук Профессор Психологии Николай Васильевич Попуча Он Заведующий Кафедрой Общей Практической Психологии Вначале Дал Определение Психологии Как Науки А после Этого Психики В этой Серии У первой Части Я Процитирую Уважаемого Николая Васильевича И объясню Для вас Дорогие Телезрители Что Такое Психология И что Такое Психика А так же Как Как они Работают И функционируют А во второй Части Придет Уникальный Гость И на вас Будет ожидать Духовный Подарок Встреча С гостем Поэтому Не переключайтесь Мои дорогие И звоните Уже Прямо Сейчас К нам Прямой Эфир Я Работаю С картами Таро И отвечу На ваши Сокровенные Вопросы Как Психолог Экстрасенс Эзотерик Философ Звоните Прямо Сейчас По Номерам Германия И страны Евросоюза Плюс 49 211 946 241 51 Россия Плюс 7 499 677 17 93 Украина Плюс 38 0 94 711 41 13 Израиль Плюс 972 256 0 9 399 Любые Ваши Вопросы Самые Сложные Те, которые Вас Волнуют Я готов Ответить на них Прямо Сейчас В прямом эфире Мои дорогие Телезрители Поэтому Звоните Прямо Сейчас Ну а мы Будем Беседовать Всей Миг О Науке Психологии Что же Такое Психология Психология Андреческого Псюхи Душа Логос Наука Учение Это Система Наук О Закономерностях Существования Функционирования И Развития Психики Так Говорил Еще В 2005 Году Нам На факультете Психологии Уважаемый Профессор Психологии Доктор Психологических Наук Николай Васильевич Попульчан Что же Такое Система Наук А у Психологии Есть Разные Направления Представьте Себе Дерево От Которого Разрастаются Веточки Вот так И психология Едина А в нее Есть Разные Направления Возрастная Психология Которая Изучает Антогенез Человека То есть Его Индивидуальное Развитие От Его Стадии Рождения И до Конца Индивидуальной Жизни Ведь здесь Происходит Уникальный Процесс Развития Психики Психология Личности И в этой серии Не случайно Я назвал ее Психология Личности Потому что Во-первых Каждый из вас Дорогие Телезрители Это уникальная Личность Как говорил Академик Сергей Дмитриевич Максименко Личность Это особое Состояние Психики Особая форма Существования Психики Которая Являет собой Целостность Способную К саморазвитию К самодетерминации И она Эта Целостность Имеет свой Уникальный И неповторимый Внутренний мир Дорогие Телезрители Каждый Из вас Это Личность Я Ваш Покорный Слуга Мастер Любомир Богоявленский Личность Каждый гость Который Ко мне Будет приходить Личность Все люди На планете Земля Личности У каждой Личности Есть Типическое То, что Мы Представители Вида Homo sapiens И неповторимые Уникальные А нам Я слышу Первый Звоночек Здравствуйте Алло Здравствуйте Меня зовут Федор Вот Хотел бы Вас Просить Вот такую Оценку Сделать Насчет Террористической Ахты В Казани Вот Что вы Об этом Думаете И как Это Слышу Вас Это Ужасная Трагедия Спасибо За ваш Вопрос Слушаю 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 Вас Алло Просто За детей Страшно Понимаете У меня Тоже Дети Есть Я так На неизвестность Отправляю Школу А не Дай Боже Кто-то Придет И Заберет Представляете Понимаю Понимаю В чем Проблема В чем Проблема Вот Этого Всего Вот Этой Ситуации Можете Посмотреть Да Я Сейчас Посмотрю Обязательно Это Ужасная Трагедия Я Вас Благодарю За ваш Вопрос Очень Актуальный На самом Деле А вам Крепкого Здоровья Крепкого Здоровья Вашим Деткам Да Спасибо Большое Я буду За вас Да Я буду У вас Очень Матерно Да Да Вы Послушайте Мой Сейчас Ответ Я сделаю Расстав На картах Таро Вы что-то Хотели еще Спросить Возможно Пока Все Пока Благодарю Вас Будьте Благословенны Спасибо Спасибо До свидания Я Дам Ответ В эфире А вы Федор Пожалуйста Слушайте И смотрите Через телевизор Да 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 Итак Дорогие Телезрители Тяжелая Трагедия Тяжелая Ситуация Страшное Горе Мы должны Посмотреть Сейчас По картам Таро Что же Произошло Что Это За Человек 18 лет Парню И он Совершил 19 Ему там Уже Было Лет И он Такое Задеяние Совершил Первая Карта Показывает Что он Довольно Нормальный Семьи Вот Я бы Так Сказала Что там Есть И папа И мама Так Смотрите Дорогие Телезрители Сразу Возникает Паркет Личности Парень Воспитывался В довольно Строгих Условиях И ему Не хватало Любви Вот Аркан Ада И этот Аркан Показывает Мне четко В комбинации С другими Картами Что У этого Парня В его Онтогенетическом Развитии Личности Произошел Очень Серьезный Сбой Ведь Личность Рождается С любви Личность Возникает И рождается Тогда Когда Она С детства Начинает Убирать В себя Общечеловеческие Ценности Интегрировать Тех Как говорил Зигмунд Фрейд В супер Эго У этого Парня Произошел Сбой Наступил Момент В его Интеллектуальном Развитии А он Я вижу Довольно Интеллектуальный Человек Вот он Обучался Когда Он Возненавидел Людей Срабатывало Также Определенные Как я вижу По картам И психическое Расстройство Это Психопатия Это Не полностью Означает Сумасшедший Нет Он Несет Ответственность За свои Поступки Но Он Начал Ненавидеть Людей Психопат Это тот Человек Которого Черта Характера Имеет Три критерия Первое Стабильность Проявления Во времени Как говорил Психиатр Ганнушкин Тотальность Проявления Во времени И социальная Дезадаптация Значит Эта ситуация Трагическая Что сложилось Это Во-первых Психопатический Парень Которому Не уделили Психологического Внимания И нужно Чтобы в нашем Обществе Работали Психологи Эсперты Поэтому Насколько Важна Наша Передача С другой Стороны Мои Дорогие Это И нам Обществу Вызов Мы должны Изучать Психологию Мы должны Понимать Личности Наших Деток Мои Родные Поэтому Вы должны Звонить К нам Вы должны Задавать Ваши Вопросы Чтобы Такой Трагедии Больше Никогда Не повторилось Если ваш Сын Внук Племянник Ведет себя Извините Неадекватно Проявляет Злость Агрессию Звоните К нашим Экспертам Мы будем Разбираться Это трагедия Это попущение Божье Господи Помилуй Такое Страшное Горе И не доведи Господи Чтоб оно Дальше Еще случалось Мы должны Двигаться Путем Психологии И я верю То что Психология Спасет мир Я слышу Звоночек Новый звонок Алло Доброго времени Суток Дорогой Любомир Здравствуйте Веринея Я наш мастер Это наш мастер Долгие телезрители Она В нашем Тоже находится Кулцентре Слушаю вас Веринеюшка Рад вам Разрешите Мне в этот День Уникальный Абсолютно По значению Луны Поздравить Уважаемых Телезрителей Вас И нашу Техподдержку Телеканал Новый мир Вышел На европейский Уровень А это Значит Что еще Несколько Стран Мира Телезрители Аудитория Смогут Решить Свои Жизненные Проблемы Ситуации С помощью Вашего Эфира С помощью Наших Мастеров Это Как раз Тот Случай Когда Чтобы Был И лод И склад И чтобы Тыл Был Крепкий Поэтому Поздравляю Вас Желаю Здравия Процветания И мира Над головой Спасибо Большое Алло Да Веринеюшка Мы вас слушаем Сегодня Особенно День Когда Я Очень Настойчиво Звонила И дозвонилась То есть Вселенная Нам уже Открыла Канал Общины Поэтому Разрешите Мне На правах Бабушки Да Вот такой факт Уже есть Кому я матушка Кому крестная А Некоторым уже Бабушка Подарить Духовный Подарок Это Прекрасно Пожалуйста Понимаете Сейчас такое Время Техногенное Что Многие Люди Не Понимают Как Работают Стихи Вот Есть Луна На Небе Есть А Многие Не Верят Что Она Воздействует На Наш Организм А я Хочу Сегодня Ответить На Сглаз Небе Небе не верит. Мое солнышко, веренеюшко, у нас очень мало времени, к сожалению. Я попросила бы, чтобы вы сейчас провели духовный подарок нашим телезрителям. У нас скоро должен заходить еще наш гость. Замечательно. Я заканчиваю свое повествование, но хочу все-таки и вам, и телезрителям сказать, что сглаз, как опасный вирус, он многолитный. Как тот коронавирус, бушует и убивает, потихоньку людей выгоняй, выгоняй все лучшее и сгоняй в депрессию. Поэтому я хочу преподнести то, чему учили меня мои бабушки и прабабушки. Пожалуйста, возьмите обычный стакан, ралейте обычную воду. Можно из-под крана. Сейчас договорным словом на уровне вибрации моего голоса я поставлю управляющую программу, которая снимет все сглазы с тех, кто нас видит, кто слышит мой голос. И в дальнейшем, если вы хотите, дорогие телезрители, чтобы этого не повторялось, чтобы сглаз вам не мешал, то обращайтесь к нашему уважаемому телеведущему и к нашим именитым мастерам. Итак, звоните по-настойчивее, вселенная уже открыла вам канал для связи с нами. Успели налить водичку? Слушайте мой голос, сосредоточьтесь, смотрите на стаканчик, обнимите его двумя руками, так, чтобы пальчики сошлись. и постарайтесь мысленно прожить то, что я вам сейчас говорю. Живые помощи Вышнего в крови Бога Небесного водворитеся, речет Господеве, заступник мой, Иси, и прибежище мое, Бог мой, и уповаю на Него. Я готов избавить тебя от светиловчия и от словеси нятежна. Плешма, своими осенит тебя, и под крыльей его надеющийся, а лужием будет тя истина его. Не убоишься от страхоношного, от стрелы летящего дни, от вещи в отне приходящие, от сряща и бесополуденного. Одет от страны твоей отысяща, и тьма одежную тебе к тебе же не приближится. Я, мастер зрения словом заговорным тех, кто слышит меня и всех телезрителей, снимаю вибрации голоса своих заговоров. Ключ, замок, язык, аминь. А теперь выпейте три глоточка этой водички, сплюньте три раза через левое свечок, как нас бабушки учили, а остальной водичкой хорошенько умойте лицо и помойте руки. Все с глаза с вас сойдут. Дорогой Любомир, дорогие телезрители, счастья вам земной и прочей жизни. Огромное спасибо, наша родная бабушка Веринея. Благодарим вас. И буду ждать ваших звоночков в следующих сериях с духовными подарками. Будьте благословенны. Спасибо большое. Дорогие телезрители, бабушка Веринея это не простой человек, это профессор психологии, это сильнейший мастер обережного искусства. Пожалуйста, звоните к нам в эфир прямо сейчас по нашим номерам Германия и страны Евросоюза. Плюс 49, 211, 946, 241, 51, Россия, плюс 7, 499, 677, 17, 93, Украина, плюс 38, 094, 711, 41, 13, Израиль, плюс 972, 256, 093, 399. Дорогие телезрители, время, к сожалению, летит очень быстро. И я хочу сказать о том, что для каждого мужчины в любом возрасте важно, когда у него есть его прекрасные музы, его прекрасные женщины. В моей жизни мне выпало счастье и радость учиться мастерству через уникальные эфиры у великого мастера, великой женщины и творца. Без преувеличения, эта женщина живой гений. Ее зовут Александра. И в честь мастера Александры я написал свой стих, который хочу зачитать. Великая женщина, телеведущая, о, Александра, к Богу ведущая, мастер великий, великий учитель, вы ангел-хранитель и добрый спаситель, вы добротой души спасаете, людям любовью своей помогаете. Спасибо, что вы есть в этом мире, вы дарите свет и радость в эфире. Когда я увидел вас в передаче, я посмотрел на реальность иначе. вы меня вдохновили творить Прометтея. С вами настала новая эра. Я начну, мои дорогие, уже завершать свои 30 минут о психологии. Мы дальше поговорим в следующих сериях. Я хочу пригласить своего уникальнейшего гостя первой серии Александру. Добрый день, дорогие телевизоры. Здравствуйте, дорогая Александра. Я очень рада, что вы пригласили меня на вашу телепередачу. Огромное спасибо, что вы пришли. Для меня это такая радость, такая честь. Столько теплых слов. И действительно, когда с экраном мы дарим лучики тепла, лучики энергии, лучики счастья каждому из вас, мы заряжаемся какой-то хорошей, позитивной, теплой, светлой энергии. Потому что в этом мире, к сожалению, сегодня слишком много тьмы. И очень хочется сейчас всем, дорогие наши телезрители, пожелать просто хороших улыбок, тепла, понимания дома, и чтобы в ваших сердцах всегда жила надежда и любовь. И спасибо нашему Любомиру за то, что он несет для вас надежду, свет и помощь, протягивая руку каждому из вас. Я здесь, я в ваших гостях. Огромное спасибо, Александра. Благодарю вас за теплые слова. Я попрошу своих помощников ввести видеосправку об мастере Александре, чтобы наши телезрители познакомились с вами поближе. Справка. Мастер Александра. Психолог, астролог, астропсихолог, нумеролог и таролог. В 2004 году получила образование в сфере социолог, социальный работник. В 2006 году получила обучение в сфере астропсихология школой ЗИДА. В 2009 астрологическое образование астросфера по специальности астролог. С 2008 года бакалавр экономики. В 2009 в 2012 году окончила Международный институт глубинной психологии отделение университета от Дайзюр Франция Ницца. В 2011 в 2013 курсы Гештальт при первой школе психологии Минская школа. В 2017 в 2019 получила образование в сфере преподаватель психологии магистр. 2011 коуч здоровый образ жизни холист Александра коуч и мотиватор мастер работы с энергопрактиками автор медитационных программ ведущая и режиссер телепроектов Оракул Надежда Чудесница Магия жизни Психология от А до Я создатель собственной школы эзотерики эзотерическая мастерская основатель и редактор журнала чудесница почетный член международной компании благотворительности ведущая вебинаров и успешных энергоэффективных практик за ее плечами более 10 тысяч консультаций и успехов ее подопечных просто жена и мама Александра Дорогие телезрители вот с нами в эфире наша Александра наш уникальный мастер пожалуйста прямо сейчас звоните нам в студию задавайте ваши сокровенные вопросы мастеру Александре мне Любомиру Богоявленскому Александра есть вопросы которые волнуют наших телезрителей и позвольте задать вам эти вопросы вот первый вопрос Александра пришла эра водолея что это и о чем и виновата ли она в том что пришел коронавирус в том что пришел коронавирус виноваты люди да и если говорить о быре водолея дорогие друзья знали ли вы что согласно полному зодиакальному циклу который проходит планеты вокруг солнца мы с вами дорогие живем всего лишь один день как бабочки потому что один день с точки зрения вселенского года насчитывает 70 лет всего эра насчитывает 2145 лет предыдущая эра рыб подарила нам христианство пришествие Иисуса мы с вами познали музыку литературу психологию познакомились с великими учителями времени да Мархайям которого вы зачитывали сегодня Пифагор учителя которые подарили нам понятия и знания о душе таких как Фрейд Густав Юнг или Адлер мы познали слишком многое но путь человечества это путь совершенства и мы с вами перешли в новую эру эру Водолея о чем она говорит она говорит о том что пришло время объединяться и коронавирус он пришел для того чтобы объединить каждого из нас стереть границы объединить народы объединить проблемы объединить какие-то векторы направления и когда мы сегодня думаем дорогие друзья как нам жить и в этой какой-то в этом непростом времени в каком-то может быть скажем хаосе который происходит вокруг мы с вами должны в первую очередь обрести свою дорогу понять что главные символы Водолея это взаимоподдержка это понимание сейчас будет очень много организаций которые будут под управлениями массы людей когда люди будут организовывать совместный бизнес будут очень много различных каких-то организаций которые будут друг другу помогать это время взаимоподдержки и здесь находясь в эфире сегодня мы мастера которые пришли к вам также готовы протянуть руку помощи поэтому если вы ощущаете сегодня внутреннюю потребность поговорить пообщаться если вы видите что у вас настало то время когда вам сложно когда нелегко когда вы не знаете куда прийти за помощью когда вас не понимают поверьте вы можете обратиться к нам и мы с большим удовольствием каждому из вас не только протянем руку мы дадим ваш вектор ваше направление мы уберем преграды с вашего пути и каждый из вас действительно сегодня получит и помощь и поддержку от нашего от наших мастеров и от центра поэтому обращайтесь и не стесняйтесь ну а что касается эры водолея это конечно же переходный период огромное спасибо у нас уже звоночек я слышу так так звоночек первую камеру посмотрим алё алло любомир здравствуйте здравствуйте я лариса у меня проблемы по здоровью вот плохо себя чувствую полгода точно уже спина болит ноги очень болят ходить не могу посмотрите пожалуйста что со мной происходит вам спасибо огромное и у нас сейчас возле меня уникальнейший мастер александра александра если вы позволите вас услышать я попросила бы ларису назвать вашу дату рождения 1 декабря 63 год 1 декабря 63 год ну смотрите я сегодня здесь выступаю в первую очередь как астропсихолог и хочу сказать что те планеты которые заложены в ваши даты рождения и та нумерология в первую очередь говорит о том что когда у человека возникают проблемы по здоровью это означает что он идет не тем путем означает что он движется не в ту сторону и он совершит какие-то ошибки и грехи потому что когда мы что-то делаем не так страдает наше тело и если говорить о вашей дате рождения у вас заложена проблема по вашим костям то есть это спина и суставы скорее всего у вас есть проблема именно на уровне вашего костного сустава то есть вам тяжело двигаться возможно у вас болят ноги у вас проблемы с вашей спиной с вашими ножками с вашими ручками так Лариса да ну а для того чтобы понять причину почему так сложилось почему у вас пришли такие болезни здесь могут быть несколько причин есть проблема родовая генетическая которая заложена в нашем роду и если у нас так сложилось что у нас и бабушка и мама все как-то страдали проблемами да там со спиной может быть грыжи какие-то там проблемы например артрит ревматизм да то это одна история это родовая проблема если мы с вами когда встретимся на консультации посмотрим и определим что-то связано с выбором вашего пути потому что по вашим по вибрациям которые чувствую не могу сказать о том что вы счастливая женщина и скорее всего вы боретесь в этой жизни со своими сложностями сама и вам никто не помогает правда Лариса да это все правда денежные проблемы проблемы которые происходят вокруг вот дают такой голос да ведь голос он показатель я даже сегодня без карт могу сказать о том что когда человек говорит в нем все слышно а если его еще увидеть то и карт не нужно да чтобы сказать о том какие у него проблемы Лариса смотрите я вас приглашаю к себе на глубинную консультацию окружение вокруг вас да не очень благоприятно то есть нету помощи у вас проблемы по здоровью я как зоуш как коуч коуч по здоровью да могу с вами проговорить основные проблемы которые у вас есть и вы выберете для себя нужный путь решения то есть мы с вами да займемся энергопрактиками я вам подскажу как наладить ваше питание как вам вернуть счастье в жизнь как начать улыбаться просто радоваться своей жизни это не просто это труд но это возможно я приглашаю вас и поговорим за кадром хорошо да я с удовольствием спасибо будьте благословенны спасибо вам Александра за прекрасную консультацию смотрим на вторую камеру и Александра магия это уникальная пронаука которая объединяет в себе уникальные сферы оккультного тайного знания один из разделов магии как альтернативной духовности это астрология вы как астролог объясните пожалуйста нашим телезрителям что такое астрология кто такой астролог и что такое натальная карта задам вам параллельный вопрос давайте оживим наш диалог скажите пожалуйста как вы думаете что первично дух или материя я считаю что дух первичен вот скажите пожалуйста если дух первичный то мы можем говорить о том что изначально первичные такие науки которые невозможно пощупать и потрогать согласно то есть ну как бы это как бы логично правда если первично дух и мы понимаем что человек бы не пришел без высшего сознания правильно то есть мы говорим о первичных науках высшего начала и к ним относится астрология она была первичная когда люди только появились в этом мире они вышли из своего леса убили своего мамонта посмотрели в небо и что увидели увидели звезды увидели что в день когда они совершили какое-то ритуальное действие светила луна очень ярко она была полной и красивой и они таким образом начали свое исследование мира и благодаря астрологии появилась астрономия благодаря астрологии значит наши путешественники которые плавали по морям они могли составить карту благодаря астрологии благодаря астрономии люди смогли познать все остальные науки они познали что такое погода как ясные звезды были хорошие например погоде а затемнение неба к дождю до грозе это первичные науки с которыми пришел человек к ним относится и магия поэтому это все сестры не надо разделять и пришла та эра которая объединит эти науки магия религия философия психология это все сестры и тот кто их разделяет и тот кто говорит я самый умный и тот кто говорит нет вы туда не ходите сюда не ходите я прав потому что вот я почему-то прав я имею право других судить никто не имеет права судить других только бог имеет право судить других в диалоге рождается истина да согласны согласен с вами а что же такое натальная карта вот и могли бы ли вы нашим телезрителям тоже если они попросят такую натальную карту сделать для них натальная карта это путеводитель вот на сегодняшний день когда мы говорим о том вот вы выезжаете из дома и практически каждый из вас имеет навигатор это сейчас настолько как бы принято согласны астрологическая карта это ваш навигатор глядя на каждого из вас можно однозначно ну не как мастеру да не иногда и натальной карты не надо мне и голоса хватит для того чтобы уже понять вибрация голос да а когда ты составляешь еще и карту то ты однозначно уже можешь во-первых ты есть карта натальная которая говорит о ваших характеристиках кто вы что вы какие у вас таланты заложены какие способности на что вы способны к чему вы идете есть карта которая строится транзитная то есть мы смотрим прогностическую ты что будет куда идти какие решения принято и мы тоже этим занимаемся поэтому в добро пожаловать астрологическая карта ваш навигатор 2021 века я считаю это огромное спасибо я хочу обратиться к нашим телезрителям дорогие телезрители пожалуйста прямо сейчас звоните нам прямой эфир задавайте ваши вопросы мастеру александре мне любомирует по номерам германия и страны евросоюза плюс 49 211 946 241 51 россия плюс 7 499 677 17 93 украина плюс 38 094 711 41 13 и израиль плюс 972 256 09 300 99 мы с александрой ждем ваши звоночки и на кто-то уже звонит я слышу алло добрый день любомире александра здравствуйте добрый день меня зовут александра ой извините меня зовут валентин ничего вы знаете у меня проблема сыном так ему 36 лет и он я не знаю что с ним делать пьет не работает живет у меня то есть сидит на моей шее я в таком уже как говорится ужасе уже ну возраст такой может быть вы подскажете что когда это закончится и что с ним обязательно прямо сейчас даже я вам скажу валечка солнышко мы что делать в первую очередь дети особенно мальчики им только дай возможность они будут возле мамки сидеть до седых волос потому что им с ней хорошо как только появляется жена не с удовольствием значит прикрепляются к ней или близкий родной человек партнер с которым хорошо и а мужчины хоть они такие вроде внешне сильный вот у нас тут любомерда мужественно пиджаке но внутри они тоже поверьте очень хрупкие где-то ранимы и скорее всего произошел какой-то момент вашей жизни где вы вовремя вашего сына не отпустили где он понял о том что ему с вами лучше и лучше в той ипостаси чем где-то самому бороться с какими-то сложностями это первый момент который однозначно проигрался поэтому я вам скажу так первое что нужно дать сыну это веру в него мужчина без веры эта машина без мотора это корабль без парусов мужчина должен знать что в него верит вы должны сказать сыночка солнышко у тебя все получится давай иди у мамы вон пенсия закончилась денег нету не знаю там кредиты долги давай мамочку выручай да это первый момент но с точки зрения если там есть какие-то магические проблемы те вопросы по астрологии которые я вам могу подсказать то есть куда ему лучше идти на работу где ему лучше найти себя как профессионала да где у него действительно получится они просто он будет менять двадцать пятую работу это за кадром приходите ко мне мы это посмотрим и я вам скажу но уже сегодня дайте ему такую знаете немножечко толчок и скажите сыночек ты же моя надежда и опора да ну ты же как бы мой мужчина на кого мне полагаться как не на тебя давай маме помоги да как бы давай уже он придем к александре поговорим выберем тебе направление в этой жизни когда ты женишься где будешь работой где тебе повезет и все будет хорошо и вас приглашаю я поняла что наши помощники у вас запишут на термин к мастеру александре пожалуйста будете обращаться запишите на сеанс валентину пожалуйста помощники будете к мастеру александре обращаться мы продолжим наш разговор делал нашу диалог в котором рождается истинно огромное спасибо а ваш профессионализм и хотелось бы спросить вопрос совет для телезрителей что должен знать человек чтобы излечить этот мир спасти его изменить миру к лучшему себя человек должен изменить себя знаете проблема современного мира в одной огромной вещи мы все эгоисты признайте себе каждый из вас хочет жить лучше каждый из вас мечтает о лучшей машине о лучшем доме а вы в высшем достатке мы привыкли сейчас даже психологи отовсюду говорят полюби себя начни уважать себя начни думать о себе делать только для себя и это мир который мы только потребляем вырубаем леса мы высушиваем реки мы создаем себе такой комфортный уровень жизни чтобы в нашем каком-то быту да мы могли себя обеспечить любой техника уже скоро шкафы будут подбегать говорит давайте любомира вас раздену да чтоб вы там не сильно перетруждались мы действительно потребляем потребляем и потребляем а что мы отдаем миру дорогие друзья ведь мы своему миру должны что-то отдавать и в первую очередь любовь и благодарность и когда мы научимся благодарить за то что имеем когда ним мы не будем говорить только дайте мне дайте чем мне не даете вы мне все должны дать вот я родился мне должно все государство все чиновники всем не должны когда мы научимся благодарить за то что мы дышим за то что у нас птички поют за то что у нас леса растут еще нам не надо в зоопарк воздите ребенка и показывать смотри ребеночек это елочка да а пока мы можем действительно наслаждаться этим миром и быть благодарными вот это я считаю самое главное вам не такой вопрос есть он немножко не совсем возможно скромный очень красивая женщина пожалуйста дайте совет нашим дорогим телезрительницам как стать такой красивой и привлекательной как вы буквально я ощущаю звучать вот эту женскую красоту спасибо ну совет дорогие друзья приходите ко мне я занимаюсь здоровым образом жизни пропагандирую здоровый образ жизни о том что женщина в первую очередь да и мужчина он светится тогда когда у него хорошее настроение не тогда когда он себя измучил там изнурительными диетами когда он уже не знают какому ему побежать там парикмахеру какие ногти наклеить или что ему сделать или какой ему там купить пиджак когда у человека хорошее отношение с партнером когда он приходит его дома ждут когда он радуется и умеет благодарить тогда он внутри получат огромную силу ее не заменит не деньги не макияж не ботокс не диета не изнурительные физические нагрузки конечно же нужно предъявлять к себе как бы какие-то требования это естественно но самое главное это то что внутри нас и работа с внутренним миром она отражает всегда наш внешний мир огромное спасибо вам буквально ощущаю вашу мощную вот эту духовную силу спасибо за вашу мудрость я прошу наших телезрителей прямо сейчас звонить в студию по нашим номерам германия и страны евросоюза плюс 49 211 946 241 51 россия плюс 7 499 677 93 украина плюс 38 094 711 41 13 израиль плюс 972 256 0 9 399 любые ваши вопросы задавайте прямо сейчас мастер александр мне любомирует деньги любовь негатив то что вас тревожит то что вы хотите посмотреть иными глазами мастера и очень важно всегда понимать о том что нужно делать решение и когда мы сидим и думаем стоит ли надо ли а может не нужно запомните лучше сделать шаг получить опыт чем ничего не делать нужно всегда стремиться к тому чтобы познать себя познать изучить себя нас к сожалению не учили этому в школе нас учили геометрии нас учили алгебре мы изучали поэтов и писателей но нас не научили жить а очень важно что эта наука как выжить сегодня как сохранить свой здравый разум как несмотря на какие-то сложности остаться человеком я приглашаю каждого из вас в студию совершенно вы правы александр у меня к вам такой следующий вопрос есть много направлений психологии эзотерики есть много мастеров тарологов как нашим телезрителям найти своего мастера если нашел телезритель уже мастера стоит ли менять мастером или нужно двигаться именно с одним мастером как вы считаете то сложно вы знаете сложный вопрос я считаю том что человек должен всегда развиваться всегда учиться но мастер это если это произошло вот эта связочка это духовник это чуть больше это органайзер это человек который рядом он вас поддержит он всегда рядом он вам знает ваши проблемы и это тот человек который заинтересован в том чтобы сделать вашу жизнь лучше потому что от его успех от ваших успехов зависит и его ну как бы профессионализм поэтому конечно нужно работать со своим мастером и стараться как бы двигаться на совместном направлении главное просто что не нужно только ожидать от мастера каких-то изменений нужно как-то работать еще и над собой потому что очень часто люди приходят дай вот волшебную палочку да нету ее но не существует найдете позвоните мне напишите мне в одноклассниках александра вот нашли я приеду посмотрю на вашу палочку нету ее за всем стоит труд а если мы ленивы к себе если мы сидим даже доедает 25 пирожок ругая мужа за пиво обвиняем сына за то что он сидит компьютере но при этом сами 120 килограмм ничем не занимаемся ничем не интересуемся только говорим вот меня никто не любит вот у меня все кости болят и так далее то конечно у нас понимаете не будет никакой справедливости и от мастера ждать что она так изменит вашу жизнь нет надо подниматься нечего сидеть надо что-то делать надо взбодриться как говорится и с новыми силами менять свою жизнь потому что счастливыми можно быть всегда это не зависит от возраста просто нужно понимать что счастье она не бывает постоянным счастье это какой-то всплеск это какая-то радость это состояние души еще да когда человек он ощущается счастливым он преображает мир она в звоночек я слышу алё добрый день добрый день меня зовут инга суши нас вы знаете мне кажется что нам не имеет место быть негатив какой-то я не знаю может я ошибаюсь но чувствую себя как-то неправильно ну вот посуда у меня часто бьется плохо сплю вернее засыпаю нормально но просыпаюсь в одно и то же время и мне кажется что меня что-то угнетает вот скажите пожалуйста это имеет место быть у меня или или я дата рождения можете свое назвать да конечно я родилась 13 января 69 года но это день рождения нечистого но чтобы вы понимали до 13 января это день нечистого непростой кармически вообще если мы говорим с точки зрения астрологии каждый месяц имеет свои своего покровителя например в январе месяце является покровитель сатурн кстати именно его мы можем винить в проблемах коронавируса дело в том что он если бы было время я бы рассказала да сейчас буду долго рассказывать но смотрите моя хорошая что у вас получается момент вашего рождения он во многом определяет как бы это фундамент из которого уже растет наше как бы будущее дате рождения у вас заложено то что вы постоянно будете сталкиваться с этими нечистыми силами вопрос о том сумеете ли вы с ними бороться сможете ли вы их побороть вот для того чтобы вы побороли ваши искушения потому что с точки зрения тарологии ваша карта таро месяца это дьявол январь это дьявол если водолей это звезда и февраль это звезда карта таро архетип выше дата январь это у нас дьявол вот представьте вы бедная хрупкая инга хотя имя такое сильное до родились таком вот непростом месяце вам очень нужен вектор направления работы с духовными практиками приходите к нам усиливайте свой внутренний мир делайте его светлым и помните что такая дата рождения закладывает еще магические способности передаю вам александра я совершенно согласен с мастером уважаемым александрой инга у вас ваших во первых числах рождения есть уже предпосылка вот этого кармического отягощения того креста которые вы несете я сделал вам диагностику на таро посмотрите первая карта дуги бланар у него открыт ящик пандоры это показывает карта мне что в вашей жизни сейчас и вообще по жизни большинство это черные полосы нужно что сделать энергетически мастер до закрыть этот ящик пандоры чтоб вот эти несчастья вот эти беды горечи перестали к вам притягиваться потому что я вижу по картам и по энергетике ваших чисел к вам беды буквально у нас мало просто времени мы на индивидуальном тренинге к мастеру александре запишитесь она очень хорошо с вами по нумерологии еще проработает по астропсихологии ко мне смотрите дальше черт лихотворь это дух лихо и беды которые проявляются даже у близких по первых людям вас может быть и на личном фронте проблемы возникать и в близких ваших людей как родовое проклятие эти карты означают с этим нужно солнышко работать но карта итога карта психологии берегини вот это берегиня это мастер александр я просто в этом мире не случайно эта карта выпала которая показывает мне что вам нужно работать с мастером у вас все будет хорошо радости вам и благословения свыше наши помощники запишут вас на термин к мастеру александре хорошо спасибо большое до встречи александра у нас остается буквально две минуты до конца эфирного времени и мне бы хотелось чтобы вы сказали какое-то светлое пожелание то что хотите нашим телезрителям это на минутку возможно вот максимум чтобы вам хотелось сказать но я хочу сказать о том что дорогие друзья если вы сегодня чувствуете грусть и если вам сегодня не хорошо если вам сегодня больно и если вас сегодня не поняли или если у вас сегодня запутанная жизненная ситуация вы находитесь в тупике помните любые испытания они нам даны только для того чтобы мы росли дальше если мы в них зависаем и если мы не можем выбраться из них тогда в помощь приходят мастера приходят духовники приходят те люди которые подсказывают вам как выбраться из этой ситуации как действительно обрести свой путь как получить какой-то заряд которого вам не хватает но я вам желаю терпения дорогие друзья уважайте себя уважайте близких дарите миру любовь улыбайтесь несмотря ни на что и тогда поверьте никакие черти вам не страшны внутренняя сила это залог вашего успеха дорогие телезрители вы знаете вот для меня такая радость что сегодня ко мне пришла мастер александра это настолько сильнейший практик я много лет смотрел ее потрясающие передачи эфиры где она была телеведущая и вот мы на самом деле сегодня впервые в живую с ней познакомились но несмотря на то что она была далеко и я смотрел ее эфиры я почерпнул от этого уникального человека без преувеличения личности уникальной знания силу творческое вдохновение создавать эту передачу творить я настолько благодарен мастеру александре огромное спасибо вам творческое вдохновение я надеюсь что хотя бы еще в одну ведущую передачу вы ко мне придете приглашает радость и счастье спасибо большое дорогие телезрители звоните нам и после эфира наши мастера на горячей линии мы всех вас очень любим с александрой с нашими мастерами с нашим центром не пропускайте наш цикл эзоцикл про мэтея в рамках проекта лабиринты судьбы на телеканале новый мир с вами была александра и я альбомир богоявленский счастья вам и удачи